Привет, друзья, я снова с вами, и сегодня нас ждёт с вами грамматическое занятие. Почему? Потому что мы взяли с вами, давящее прошедшее время, мы взяли только правильные глаголы, но нас уже подталкивает разговорный курс к тому, чтобы мы быстрее с вами набирали неправильные глаголы. Неправильных глаголов на самом деле довольно много в английском языке. Только за наш курс мы набираем 150-200 неправильных глаголов, которые нам понадобятся, мы их постоянно будем отрабатывать за счёт того, что их так много. Во-первых, я немножко объясню специфику работы с неправильными глаголами в моей школе и в моей системе. В моей системе преподавания мы не даём и не наваливаем на студента сразу три формы. Мы даём ему две формы, которые он хорошенечко штудирует долгое время, потому что третья форма ему понадобится только на следующем уровне, на уровне уже B1. На уровне А1, А2 третья форма просто не нужна, поэтому давайте не будем забивать друг другу мозг ненужной информации. Более того, когда вы берёте сразу три формы, то потом по моему горькому опыту работы со студентами, которых мне приходилось потом ломать, переучивать, это было очень страшно, очень долго и очень тяжело, не делайте эту ошибку, не зазубривайте сразу три формы, потому что потом вторая именно форма больше всего страдает. То есть, кат-кут-кат или кат-кат-кат, я уже не помню. Вот это вот, гон-гон, да, и потом в итоге у вас появляются проблемы именно со второй формой. Именно чтобы избежать таких проблем, мы с вами будем тщательнее и качественнее прорабатывать первые две формы. Первую вы уже по определению знаете, вторую осталось только добрать. Зачастую говорят неправильные глаголы, а можно ли их как-то избежать? Нет, нельзя их никак не избежать, потому что по иронии судьбы, именно неправильные глаголы являются самыми популярными в речи по своему значению, по своему применению, и они стоят на первом месте. Поэтому, если вы даже часто будете там говорить на правильных глаголах, всё равно это не получится, то есть вам всё равно придётся много чего сказать именно на неправильных глаголах. За счёт того, что так много неправильных глаголов нам предстоит выучить, я их изначально поделила на четыре части, и у нас будет четыре отдельных занятия на каждую группу глаголов. Это суперудобно, поверьте, это просто проникает вам в мозг, впитывается настолько, что оно становится уже частью вас самих, это уже проработано многолетними своими тренировками со студентами, поэтому доверьтесь мне, действительно здесь это сработает, и вы никогда не будете волноваться, знаете ли вы неправильные глаголы или не знаете. Зазубривать их не надо, их надо просто тренировать. Поэтому на каждую группу неправильных глаголов у нас будет тренировка и выполнение домашнего задания. Если же на момент, как мы учим вот эти четыре части, так как параллельно я подключаю вам разговорный, сейчас это будет чередоваться между собой, если вдруг нам попадется какой-то глагол неправильный в разговорном курсе, который мы еще не учили, мы просто его все равно запишем, потому что он уже нам нужен. Ладно, много текста, поехали работать, у нас действительно много работы. Для начала, значит, вот видите, irregular verbs, сегодня мы с ними знакомимся. Друзья мои, для начала давайте проверим домашнее задание, посмотрим, что у вас получилось с переводом. Поехали, проверяемся, берем красную пасту и без жалости к себе исправляем свои ошибки. Где ты вчера был? Where were you yesterday? Я был на собрании вчера вечером. I was at a meeting yesterday evening. Ты играл в футбол, когда был маленьким? Did you play football when you were little? Конечно, мне очень нравилось играть в футбол. Sure, или of course, I liked playing football very much. Большой ошибкой было бы, если бы вы написали I very liked, самая грубая ошибка. Это в конец. I liked playing football very much. Где вы отдыхали в прошлом году? Where did you rest last year? Мы отдыхали на морском побережье. We rested on the seashore. Мы наслаждались нашим отпуском. We enjoyed our vacation. Мы купались и загорали. We bathed and sunbathed. Почему мы не использовали swim? Потому что это неправильный глагол, обозначающий плавать. Вот если я просто купался, я скажу we bathed. Он правильный. А вы танцевали по вечерам в клубах? And did you dance in the clubs in the evenings? Да, мы танцевали каждый день. Yes, we danced every day. Там был такой чудесный, уютный клуб, и мы танцевали там вместе с друзьями. There was such a wonderful, cozy club, and we danced there together with our friends. Вы мыли посуду вчера? Да, мы мыли её. Did you wash the dishes yesterday? Yes, we did. Вы гуляли вчера в парке, не так ли? Да, мы гуляли там поздно ночью. You walked in the park yesterday, didn't you? Yes, we walked there late at night. Вы хорошо катались на коньках пару лет назад, не так ли? You skated well a few years ago, didn't you? Нет, мне не нравилось кататься на коньках. Я предпочитал кататься на лыжах. No, I didn't like skating. I preferred skiing. Мы не курили в прошлом году. We didn't smoke last year. Мы не купались в реке. We didn't bathe in the river. Мы не просили его помогать нам. We didn't ask him to help us. Мы не загорали, нам не разрешали. We didn't sunbathe, we weren't allowed. Мы не проветривали комнату, потому что на улице было холодно. We didn't air the room because it was cold outside. Жду ваши все вопросы в комментариях, если что-то непонятно. Мы продолжим. Что вы слушали час назад? What did you listen to an hour ago? Мы слушали красивую медленную музыку. We listened to beautiful slow music. Где вы смотрели эту передачу? Where did you watch this TV program? Я смотрела ее дома вчера. I watched it at home yesterday. Мы не изучали английский, мы изучали немецкий. We didn't study English, we studied French. Вы вчера хорошо отвечали на вопросы учителя, не так ли? You answered all the teacher's questions well yesterday, didn't you? Да, хорошо. Yes, well. Мы насладились тем... Вы насладились тем отпуском? Did you enjoy that vacation? Да, мы насладились им. Yes, we enjoyed it. Вам удалось добраться до работы вовремя? Did you manage to get work on time? Да, мне удалось это сделать. Yes, I managed to do it. Вы пересекли улицу, не так ли? По-моему, да. You crossed the street, didn't you? In my opinion, I did. Вы помнили о ее дне рождения вчера? Did you remember about her birthday yesterday? Нет, мы не помнили об этом. No, we didn't remember about that. Мы надеялись встретить его там. We hoped to meet him there. Вы спешили вчера на работу или в кино? Did you hurry to work or to the cinema yesterday? Мы не спешили ни на работу, ни в кино. No, we hurried neither to work nor to the cinema. Мы спешили домой. We hurried home. Кто помогал тебе с этим домашним заданием? Мама. Who helped you with this home task? Mother did. Кто помыл посуду вчера? Папа. Who washed up yesterday? Father did. Кто посадил это дерево в прошлом году? Наш дедушка. Who planted that tree last year? Our grandfather did. Кто из вас пропустил эту лекцию? Никто. Who of you missed that lecture? Nobody did. Кто из вас помог этой бедной женщине? Все. Who of you helped that poor woman? Everybody did. Кто вчера гулял возле моего дома? Я. Who walked near my house yesterday? I did. Умнички мои, все вопросы пишите в комментариях, пишите мне лично, с удовольствием отвечу. Сейчас полностью, все упражнение целиком. Смотрим в свои тетрадочки и проверяем. Where were you yesterday? I was at the maiden yesterday evening. Did you play football when you were little? Sure, I liked playing football very much. Where did you rest last year? We rested on the seashore. We enjoyed our vacation. We bathed and sunbathed. And did you dance in the clubs in the evenings? Yes, we danced every day. There was such a wonderful, cozy club and we danced there together with our friends. Did you wash the dishes yesterday? Yes, we did. You walked in the park yesterday, didn't you? Yes, we walked there late at night. You skated well a few years ago, didn't you? No, I didn't like skating. I preferred skiing. We didn't smoke last year. We didn't bathe in the river. We didn't ask him to help us. We didn't sunbath. We weren't allowed. We didn't air the room because it was cold outside. What did you listen to an hour ago? We listened to beautiful slow music. Where did you watch this TV program? I watched it at home yesterday. We didn't study English. We studied French. You answered all the teachers' questions well yesterday, didn't you? Yes, well. Did you enjoy that vacation? Yes, we enjoyed it. Did you manage to get to work on time? Yes, I managed to do it. You crossed the street, didn't you? In my opinion, I did. Did you remember about her birthday yesterday? No, we didn't remember about that. We hoped to meet him there. Did you hurry to work or to the cinema yesterday? We hurried neither to work nor to the cinema. We hurried home. Who helped you with this home task? Mother did. Who washed up yesterday? Father did. Who planted that tree last year? Our grandfather did. Who of you missed that lecture? Nobody did. Who of you helped that poor woman? Everybody did. Who walked near my house yesterday? I did. Браво, ребят! Не забываем отрабатывать это упражнение. Прямо сейчас ставим на паузу. Вы переписываете это упражнение пополам тетрадку. Вот так вот. Хоп! И пополам поделили. В левую колоночку мы пишем по-английски, справа мы пишем по-русски. Далее. Последовательно работаем с каждой колоночкой. Сначала работаем с английским текстом. Красиво. Чтение. Перевод на русский. Пока себе нравимся. Потом переворачиваем, вернее, закрываем ручкой, листиком левую часть и работаем только с русской частью. Ваша задача научиться красиво, бегло, классно, легко, бальяжно даже где-то переводить с русского на английский. По-русски вслух не читаем. Сразу же на английский. Первые разы можете подсматривать, а потом уже самостоятельно ускоряясь. Минимум пять раз вам нужно проговорить с русского на английский перевод, чтобы себе понравиться. Также подключайте аудио в этом видео. Также подключайте аудио, аудиокурсы, если вы его уже приобрели. Все, а мы с вами бежим дальше. И я к вам возвращаюсь уже в увеличенном размере. Вот она я. Хоп-хоп-хоп. Не то берем, вот тут мы берем. Итак, друзья, мы поговорим сейчас с вами более подробно о неправильных глаголах. Если раньше, как правильные глаголы делаются в прошедшее время, мы знаем, мы добавляли окончание иди, work-worked или paint-painted, то неправильные глаголы, прошедшие форму делают как-то по-своему. Принципы. Кто-то пытается найти какую-то закономерность, кто-то пытается найти какую-то схожесть. Но в любом случае вам придется это запоминать любыми способами. Потому что если to go ходить, то went ходил или ехал. To build это строить, built строил. To come came. А вот как работают они в вопросах и в отрицаниях. Теперь смотрите. У вас предложение. I went to school when I was young. Я ходил в школу, когда был молодым и маленьким. Чтобы сделать вопрос, глагол отдает свою прошедшись в do. В начало предложения. Соответственно, здесь он стоит уже чистенький, голенький, красивенький. Поэтому мы не можем сказать did you went? Это масло масляное, как говорят преподаватели. Поэтому did you, глагол отдал свою прошедшись в do, получился did. Вот он, наш прошедшенький do, получился did. Соответственно, сам глагол уже у нас будет просто голеньким. Did you go to school yesterday? Соответственно, то же самое происходит в отрицаниях. I didn't, not went. У вас глагол отдает свою прошедшись в do, поэтому получается did. Одно, по сути, одно прошедшее, показатель что-то прошедшего, должен быть в предложении. I didn't go to school yesterday. Я не ходил в школу вчера. Друзья мои, вот и все. А сейчас мы знакомимся с первой партией неправильных глаголов на сегодня. Итак, рассмотрим их подробно. Поехали. Я прошедшую форму вам не перевожу, по-моему, очевидно. To choose, chose, выбирать. To come, came, приходить. To cost, cost, стоить. To cut, cut, ничего не меняется. Резать. To do, did, делать. To drink, drank, пить. To eat, ate. To eat, ate. Или at. Кушать. To feel, felt. Чувствовать. To find, found. Находить. To forget, forgot. Забывать. To get, got. Получать. To give, gave. Давать. To go, went. Идти. To have, had. Иметь. To hear, heard. Слышать. To know, knew. Знать. Сейчас я озвучу вам их полностью. Без перевода. To become, became. To begin, began. To bring, brought. To buy, bought. To choose, chose. To come, came. To cost, cost. To cut, cut. To do, did. To drink, drank. To eat, ate. To feel, felt. To find, found. To forget, forgot. To get, got. To give, gave. To go, went. To have, had. To hear, heard. To know, knew. Супер, друзья мои, зубрякаем дома, учим эти глаголы, а мы с вами переходим к нашей тренировке. Поехали. Два сегодня будет блока тренировок, и даю домашнее задание, и отпускаю, дальше вы отрабатываете. Все эти упражнения вы переписываете также в тетрадочку, и дома самостоятельно их прорабатываете, если вы, конечно, хотите классно говорить, не задумываясь о том, как это сказать. Поехали. Она ходила в школу в прошлом году. Они ушли на работу час назад. Мы ходили в спортклуб каждое воскресенье в прошлом году. Вчера они позавтракали очень поздно, потому что было воскресенье, и им не нужно было спешить. Они были свободны. Что ж, они проснулись или встали около десяти утра. Они пошли на кухню и начали готовить свой завтрак. Они приготовили жареные яйца, кофе и несколько тостов с сыром. Они съели свой завтрак и выпили свой кофе. Затем они пошли в ближайший парк на прогулку. Погода была великолепна. Солнце было яркое и теплое. И небо было безоблачным. It was spring. Была весна. There were so many birds in the sky. Было так много птиц в небе. They found a free bench and came up to it. Они нашли свободную скамейку и подошли к ней. Когда они услышали свою любимую песню из ближайшего кафе, они почувствовали себя по-настоящему счастливыми. Либо же они почувствовали реальное счастье. После такой прогулки они почувствовали голод, почувствовали себя голодными чуть-чуть. Well, they decided to drop into the nearest cafe. Drop into – это заскочить. Что же они решили заскочить в ближайшее кафе? They knew that cafe rather well. They already visited it and they liked it very much. Они знали то кафе довольно хорошо. Они уже посещали его и им оно очень нравилось. In that cafe there were so many different dishes. В том кафе было так много различных блюд. Переводим с Олского на английский. She went to school last year. They went away to their work an hour ago. We went to the sport club every Sunday last year. Yesterday they had breakfast very late. Because it was Sunday and they didn't need to hurry, they were free. Well, they got up at about 10 a.m. They went to the kitchen and began to cook their breakfast. They cooked fried eggs, coffee and some toasts with cheese. They ate their breakfast and drank coffee. Then they went for a walk to the nearest park. The weather was splendid, the sun was bright and warm and the sky was cloudless. It was spring and there were so many birds in the sky. They found free bench and came up to it. When they heard their beloved song from the nearest cafe, they felt real happiness. After such a walk, they felt hungry a little and they decided to drop into the nearest cafe. They knew that cafe rather well. They already visited it and they liked it very much. In that cafe, there were so many different dishes. Все, друзья мои, здесь закончили. Идем дальше. And they all were so tasty and not very expensive. Речь идет о блюдах. И они все были такими вкусными и недорогими. Не очень дорогими. They found a free table near the window and began to look through the menu card. Они нашли свободный столик возле окна и начали просматривать меню. Look through. Вспоминайте это просматривать. Журнал, газету, ну и меню, конечно же. Они нашли несколько интересных блюд и захотели заказать их. После этого официант подошел к ним и спросил, что они выбрали. Они заказали несколько бифштексов с овощным салатом, несколько сосисок и на десерт они захотели блинчики с творогом. Они насладились своим обедом и после этого они выпили немного вина, поблагодарили официанта за такой великолепный сервис и вышли. Было уже довольно темно на улице и они вернулись домой. Они знали, что был интересный фильм по телевизору в тот вечер. Ну, когда они пришли домой, они услышали телефонный звонок. Это была ее подружка Джейн и она начала с ней разговаривать. Ее муж скушал маленькие пирожные и пошел в комнату смотреть фильм. Когда она закончила разговор или разговаривать, она почувствовала жажду и захотелось пить. И выпила немножко воды из стакана и легла спать. Она была такая уставшая, она так устала, но она была счастлива провести свой выходной вот так, свои выходные. Так, все, переводим и даю домашку и отпускаю. И они все были очень вкусные и не очень вкусные. Они находили free table near the window и начали смотреть на меню карту. Они купили несколько или интересных вещей и хотели купить их. После этого, а не осталось, что они выбрали. Они купили несколько битвестейки с салатом. И, для этого, они купили несколько или несколько панекек с чиками. Они купили их, когда они купили, они купили немного пить и отдали. such as plenty service and went away or went out ah there was a rather dark outside already and they came home came back home they knew there was an interesting film on TV that evening when they came home they heard a telephone call that was her girlfriend Jane and she began to talk to her her husband ate a little cake and went to the room to watch film when she finished talking she felt thirsty and she drank a little water from the glass and went to bed she was so tired but she was happy to spend your weekend like that умнички мои все работаем с этим а теперь скринькаем домашнее задание и я вас отпускаю вот сюда поставим и так это наша первая часть домашнего задания скринькаете я жду есть хорошо а сейчас вторую часть скринькаем и дома с этим работаем все ребята так домашнее задание у вас не только эти упражнения но и также запоминание первая часть неправильных глаголов обязательно не забудьте пожалуйста их постоянно теперь повторять постоянно с ними работать я в том числе благодарю вас за занятие благодарю вас за вашу активность спасибо вам за ваш трудолюбие вы умнички мои я также приглашаю вас на занятия в свою школу ко мне и к моим преподавателям чтобы еще тщательно отрабатывать свои навыки и уж точно летать высоко высоко все мои хорошие мы с вами встретимся на следующем уроке следующий урок у нас будет по моему разговорный а потом и снова то есть не подряд грамматика обещаю не быть нудной со своей грамматикой ну что поделать на действительно нам нужно все мои друзья мы встретимся с вами на следующем уроке пока